В этом видео мы поговорим с вами о том, что творит Рамадан с нашим телом. Мудрость Всевышнего непостижима. Ведь даже месяц, который по сути является испытанием для нас, на самом деле несет просто колоссальную пользу для нашего тела. В этом видео я расскажу вам потрясающие эффекты поста в Рамадан, потому что несоблюдение некоторых правил может вместо пользы, напротив, навредить вам. И самое главное помните, что пост мы держим не для получения мирских выгод, а для довольства Всевышнего Аллаха. Начнем мы с противораковой и противовоспалительной пользы месяца Рамадан. В 2022 году были проведены исследования о влиянии сухого голодания на людей с метаболическим синдромом. Четырехнедельное сухое голодание от рассвета до заката индуцировало антисклеротические, противоопухолевые и противовоспалительные эффекты. Давайте теперь разберемся, что это значит для нас. Антисклеротический эффект препятствует склерозу кровеносных сосудов. По-простому защищает наше сердце и сосуды. Противовоспалительный эффект не менее важен. Сегодня медицина все больше склоняется к тому, что в основе большинства заболеваний лежит системное хроническое воспаление. Они считают, что повреждение клеток, вызванное вот этим системным хроническим воспалением, играет важнейшую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, хронической болезни почек, неалкогольной жировой болезни печени, аутоиммунных и нейродегенеративных заболеваний. То есть, если по-простому, чуть ли не всех заболеваний серьезных, о которых мы сегодня знаем. Следующий эффект поста Рамадан – это аутофагия во время Рамадана. Аутофагия – это такой процесс, когда наши клетки очищаются изнутри от различного мусора в виде непереваренных белков, остатков вирусов, нерабочих митохондрий. То есть, без поступления энергии из пищи, организм начинает весь вот этот мусор использовать в виде энергии. Понятное дело, что для энергии наш организм также использует наш жир и белки. Поэтому очень важно во время Рамадана добирать норму белка, чтобы не потерять, грубо говоря, свои мышцы. Важно понимать, что процесс аутофагии происходит в нашем организме постоянно. Просто он идет в слабой форме. Но есть такие условия, которые могут его активировать, то есть, его усиливать. И вот голод – это один из способов усилить аутофагию. Поэтому здесь нет ничего нового. То есть, есть микроаутофагия, макроаутофагия, есть даже термоаутофагия, которая запускается при воздействии на нас высоких температур. Но аутофагия во время голода не активируется в полной мере, если организм не израсходует сперва всю энергию, которая есть в нас. То есть, у нас есть запасы гликогена, то есть, запасы энергии, которые организм, грубо говоря, хранит на черный день. Поэтому у кого-то аутофагия запустится через 12 часов голодания, у кого-то через 18, то есть, пока организм всю эту энергию не израсходует и не запустится процесс вот этого очищения клеток изнутри. Но есть люди, которые умудряются целый день во время поста лежать, спать, ничего не делать. Мне кажется, у них даже и через 20 часов этот процесс не запустится, потому что просто они тупо не тратят энергию. Правильно я понимаю, что во время рамадана недостаточно голодать, чтобы запустилась аутофагия. Если говорить про именно временной промежуток поста, то да. То есть, слишком этот промежуток не такой большой, если мы говорим от 12 до 18 часов. И поэтому важно в этот промежуток быть активным, больше двигаться, то есть, больше активности. Можно даже немного добавить средних нагрузок, чтобы быстрее эти запасы внутреннего гликогена израсходовать и запустить аутофагию, да. Потому что, если всего этого не сделать, она может наступить там только через 25-30 часов голодания. Поэтому тут, кто во время поста до ифтара больше двигается, больше поклоняется, более активен, он получает больше пользы. И это факт. Я хочу рассказать свой... Следующий эффект – это активация гормона роста во время поста рамадан. Как это работает, как работает гормон роста и вообще, что это нам дает. Во время поста рамадан, само собой, мы голодаем. В нашей крови падает сахар, то есть, гипогликемия наступает. Одной из задач гормона роста является как раз-таки активация, да, запуск, расщепление гликогена, то есть, вот этих запасов, о которых мы говорили, и получение из этих запасов сахара и энергии. Поэтому, если даже в обычной жизни вы постоянно едите сладко, у вас много перекусов, вы едите продукты с высоким инсулиновым индексом, то вы мешаете активироваться гормону роста. Но это не единственная функция гормона роста, не единственный плюс, да, который мы получаем. Также он усиливает распад жировых запасов с высвобождением жировых кислот, да, которые в дальнейшем наш организм тоже может использовать в виде энергии. Ну, по-простому расщепляет жиры, уменьшает расходование мышечной массы, а, как мы уже сказали, это опасно во время нехватки пищи, да, потеря наших мышц, белков. Поэтому гормон роста как раз-таки в некотором роде пытается защитить наши мышечные массы. Следующее и очень важное свойство гормона роста – это уменьшение чувствительности к инсулину. Инсуинорезистентность – это, можно сказать, болезнь нашего века из-за обилия пищи, из-за обилия различных соблазнов, сладостей, малоподвижного образа. Почему болезнь нашего века? Потому что, ну, наши предки, у них не было такого изобилия. Они не ели столько сахара, они не ели столько быстрых углеводов, они не ели столько рафинированных продуктов. И у них был баланс именно в потреблении энергии и в расходовании. То есть, сколько вошло, сколько вышло. В нашем же случае у нас энергии входит много, а выходит, к сожалению, мало. Мы очень мало двигаемся. Так вот, гормон роста уменьшает чувствительность к инсулину. То есть, он помогает, если по-простому, помогает инсулину лучше взаимодействовать с нашей клеткой. А инсуинорезистентность – это как раз-таки, можно сказать, вот эта поломка, когда инсулин плохо доставляет в клетку питательные вещества, в том числе и сахар. Поэтому у нас там растет сахар, растет инсулин в крови и так далее. Так вот, гормон роста, он вот этот процесс ремонтирует. Понятное дело, чтобы полностью отремонтировать, не хватает одного гормона роста, но сам гормон роста очень отлично влияет на инсулинорезистентность. Поэтому мы часто слышим о таком понятии, как интервальное голодание. Мы слышим, что не нужно перекусов во время еды и так далее. Поэтому это очень важное свойство гормона роста. И последнее свойство гормона роста, не менее важное, это если даже мы не вырастим больше, чем есть, понятное дело, это восстановление. То есть наш организм лучше восстанавливается, лучше восстанавливаются наши ткани, клетки, органы и так далее.